Привет, просветители. Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал что-нибудь из серии. Нынешней молодежи ничего не интересно. С каждым годом все хуже и хуже. Вы самый плохой класс за все годы моей работы. Да они русского языка не понимают, какие у него могут быть проблемы в 14 лет. И забавно, что про самое плохое поколение слышит и современная молодежь. Вот оно настоящее дно. И дети двухтысячных, и мои ровесники, динозавры. И даже в Советском Союзе подростки с каждым годом все портились и портились. Как тот кабачок на грядке, про который все забыли. Ну и если следовать такой логике, наверное, можно предположить, что самая замечательная молодежь жила при первобытном общинном строе. Вот там-то было зашибись. Никаких проблем отцов и детей, младшие смотрят в рот старшим. Ну, просто очень сильно есть хотелось. И понять причину всех этих возмущенных возгласов на самом деле не особо-то сложно. Если это как раз-таки ты в данный момент руки заламываешь. И не особо важно где, у школьной доски или на семейном застолье. Если же поучаю тебя, ситуация несколько иная. Мам, пап, Шизоид Парфентич, вы ничего не понимаете? Вот сидишь ты в кабинетике, весь такой замечательный Павел Викторович. И высшее образование получил. Вон он дипломчик на полочке. И курс прошел. Даже в тетради проверил. А тут неожиданно открывается дверь, и тебе приводят Гулю Гулину из твоего класса. Объясните ей, как учиться надо. Может, хоть вас послушает. Но проблема в том, что Гуля не слушает. Ни Павла Викторовича, ни Глюку Андреевну, ни маму с папой. Ну говорю же, потерянное поколение. Более подкованные и менее эмоциональные взрослые вспомнят про плохое воспитание и гормоны. Пора рожать. Но вся эта стройная система рушится, как карточный домик, когда оказывается, что Гуля готова слушать. И даже сама ищет советы. Только вот не у тех, кто пытается ей их раздавать. Той самой ролевой моделью может оказаться блогер, певец, бабушка с дедушкой, старшая подруга, вон тот выпивоха за гаражами. Даже мама с папой. Ситуации бывают разные. Но почему подростки прислушиваются к одним взрослым, а мнение других демонстративно отвергают? Даже если говорят им вполне разумные и дельные вещи. Потому что еще молоко на губах не обсохло. И мозгов нет. Одна из главных причин – вы банально не нравитесь. Поздравляю. Это обидно и, возможно, даже не принято признавать. Но, тем не менее, иногда родители и учителя не вызывают особо положительных эмоций у подростков. Если вы не уважаете человека, вы не будете к нему прислушиваться. Можно, конечно, успокаивать себя фразами. Да что эта шмакодявка в жизни видела? Кто она такая, чтобы меня оценивать? Но подростки оценивают и родителей, и учителей, и вообще всех вокруг. И не только подростки это делают. И если образ взрослого откровенно негативный, то результат мы получим соответствующий. Зачем мне слушать Глюку Андреевну? А сама-то чего в жизни добилась? Я не хочу закончить, как она, работать за копейки. Так, и к чему тебя, пап, твоя позиция привела? Дети оценивают все. Достижения, работу, хобби, отношения с другими людьми. И проблема, или просто особенность, заключается в том, что оценивают они по своей системе ценностей. Если мать постоянно жалуется на отца, или отец при детях перемывает кости матери, не стоит удивляться, что ваше очень ценное мнение о первой любви подростка, которая, естественно, одна и на всю жизнь. Мы поедем в Москву и будем играть на гитаре на Арбате. У нас все схвачено. Так вот, это авторитетное мнение ребенок отправит далеко и надолго. Почему? Потому что он не хочет таких отношений. Его главное желание сделать все возможное, чтобы не повторить ошибок мамы с папой. Шизоид Парфентич полурока рассказывал, как ужасно работать педагогом, как о него все вытирают ноги, как честным трудом сейчас вообще ничего не добиться. А потом на перемене он не понимает, почему Гуля опять его не слышит. Он же ей уже миллион раз сказал, что без образования сейчас никуда. Окей, в школе вы были отличником, в институте красный диплом, педагогический стаж 30 лет. А получаете столько же, сколько техничка теть Тося. Ага, я уже прям чувствую это непреодолимое желание схватиться за учебник геометрии и никогда его не отпускать. Я буду стримером. Буду смотреть в прямом эфире оправдашки сенатора Маргариты Павловой. Ну, из прошлого ролика она тут ответ выкатила. Ее просто не так поняли. И новый фильм об абортах от общего дела тоже заценю. А потом выложу запись стрима на Бусти. И ссылку в описании оставлю. Вот. Зачем мне образование? Я буду стримером. Переходите по ссылке в описании. Если мама постоянно говорит, что она ненавидит свою работу, что она ее в гроб загонит, а начальник настоящий козел, и отдыхать этим летом мы снова будем на диване, лучше вид отдыха. Почему сын не хочет прислушиваться к ее советам о выборе профессии? Да потому что мама для него карьерный неудачник. Естественно, логичнее следовать по пути человека, который демонстрирует свой успех. Только и успех бывает разный. Если деньги на вас буквально с неба сыпятся, но при этом ребенок не особо помнит ваше лицо, ну, такая кудрявая голова с залысиной, то и такой опыт вполне вероятно будет восприниматься как негативный. Очень важный момент это лицемерие. Нет ничего более странного, ну, окей, парочку примеров привести смогу, чем товарищ сигареты, рассуждающий о вреде курения. Или мои любимые увещевания. Увижу с бутылкой, прихлопну. На семейном застолье от пьяного в стельку дяди Толика. Алкоголик он не только из-за рифмы. Тебе нужно следить за собой. Посмотри, сколько ты весишь, заявляет отец, который в последний раз спортом занимался. Не занимался. И да, понятно, родители и учителя просто не хотят, чтобы дети повторяли их ошибки. Но ребенком это считывается как лицемерие и двойные стандарты. Если взрослый сам не следует своим советам, ну, странно ожидать, что подросток будет их воспринимать как манну небесную. Если это так круто и здорово, что ж вы сами так не делаете? Я как-то в ролике рассказывал о потрясающей беседе. Сережа не хочет ничего читать. Павел Викторович, я не знаю, что делать. Он просто приходит после уроков и сразу за компьютер садится. Ему только игрушки нужны. А вы что после работы читаете? Эм, ничего. Я телевизор смотрю. Я устаю. Все отдыхают. Занимаются тем, чем хотят. Ни для кого чтение, кроме меня, не является отдыхом. А я читать должен. Наслаждаться. Что-то здесь обманом попахивает. Бывает и другая ситуация. Подросток уважает и маму с папой, и Шизоэта Парфентича с Глюкой Андреевной. Но их жизнь и его вообще не пересекаются. Разные интересы, разные цели, разные ценности. И в данном случае не будет никакого закатывания глаз. Потому что вы, в общем-то, говорите правильные вещи. Просто не для меня. С чего я должен слушать, как мне выглядеть? Вы же не понимаете, что сейчас модно. Не, мамка, конечно, классно одевается. Для пенсионерки. Трудно слушать того, кто живет в другом мире. Сталкивается с совершенно иными проблемами и интересуется не теми вещами. Но о чем можно говорить с человеком, если его постоянно интересует какая-то ерунда? Да все там пили. Можно подумать, от одной бутылки водки алкоголиком стану. Он не понимает современную жизнь. Да какой еще врач? Я стану киберспортсменом. Нет, это не выдуманное слово. Мам, ну скажи папе. И если на все вещи вы смотрите по-разному, логично, что будут возникать конфликты. И вот тут очень важно, как по-разному смотреть на вещи. Если между ребенком и взрослым сложились доверительные отношения, то что одна сторона, что вторая, сможет попытаться объяснить свою позицию, а не просто уйти в игнор. Система ценностей все еще будет разная. Ну, логично, что 13-летнего человека и 40-летнего интересуют немного разные вещи. И смотрят они на жизнь по-другому. Но, тем не менее, конфликта можно будет избежать, если каждый попытается объяснить свою точку зрения и рассказать, как он видит эту ситуацию, что для него важно и почему он настаивает на своем мнении. В этом плане отличный пример бесконечные скандалы в школе с яркими волосами. Школа с яркими волосами. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Да это безвкусица. Ученик так выглядеть не должен. У тебя что, глаз нет? Вот какую реакцию можно ожидать на подобные причитания? Почему это после такой головомойки Машенька не хочет с Марьей Ивановной общаться? Действительно. Вот в наше время. Вызывали на ковер из-за джинсовки. Вообще, сама идея подросток тоже человек для некоторых звучит достаточно дико. Не, ну понятно, что не хомячок. Дать ребенку право на собственные интересы и вкусы – огромный шаг навстречу. И тут нужно понимать, что между «я пью за гаражами» и «я прядь фиолетовый покрасил» – очень большая разница. А когда джинсы или накрашенные ресницы вызывают натуральную истерику… «Ты же ученица! Лицея!» То когда происходит что-то реально опасное, вам уже нечем реагировать. Вы уже выдали реакцию 100 из 100. Между «показать другой путь» и «обесценить интересы ребенка» – громадная пропасть. Родители и учителя могут не понимать, почему подросток вместо Обломова хочет читать Скотта Пилигрима. И тут можно либо попытаться разобраться, а что это там за картинки, либо опозориться, как господин Мединский. Комикс – это для тех, кто плохо умеет читать. Я вообще плохо отношусь к комиксам. Это как жевательная резинка, это не еда. Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать. Но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется, убожеством. А вот мне кажется, что заявляет такое министру культуры – убожество. И уверяю вас, в первом случае результат окажется гораздо продуктивнее. Хотя, с другой стороны, всегда можно показать, кто в доме хозяин, и чего стоит настоящая классическая литература, отмутузив сыночка домиком войны и мира. Вообще, многие подростки, когда начинают чувствовать, что взрослые доверяют им, понимают, что у них молодежи тоже голова есть, слегка уменьшают оборону и сбрасывают колючки. Не мы пописали, мы покакали, мы в МГУ поступили. А тебе предстоит сделать выбор. Когда в тебе признают самостоятельную единицу, появляется меньше желания всеми силами доказывать, что мы сами с усами. Это и так знают. Тебе могут показать путь, что-то посоветовать. Но за руку тебя тащить никто не будет. И в этом плане мне не стыдно признаться, что я ставил двойки за четверть. Я сделаю все возможное, чтобы тебя научить. Но если ты, дружок, ничего делать не хочешь, ну что ж, отвечай за свои поступки. У тебя своя голова на плечах. И при этом это все без оскорблений и нравоучений на полчаса. Это просто твой выбор. И еще, наверное, стоит сказать про самый сложный момент. Быть интересным человеком. На самом деле чем-то интересоваться. Не только яркими волосами гули-гулиной. Иметь что-то за пределами школы или детей. Когда ваши глаза горят, когда вы действительно чем-то интересуетесь, с вами хочется общаться. Вас хочется слушать. Вы сечете фишку. Вы счастливы. Если у вас есть интересы, если вам есть чем поделиться, то вполне возможно и подросток захочет поделиться своими интересами уже с вами. Или не захочет. Что я вообще знаю. В любом случае, всегда можно на уроке включить видосик от авторов разговоров о важном. И все довольны. Практически. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать меня, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там все ролики выходят раньше, без рекламы. И кроме того, доступен эксклюзивный контент. Сейчас на экранах, кстати, вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну а я встречусь с вами, как обычно, на следующей неделе в понедельник, в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня. И до встречи.